Ивана Куприянова, как и других автолюбителей, снег застал врасплох, несмотря на прогнозы синоптиков. А потому, чтобы переобуть свою машину, ему придется отставить большую очередь. Я вчера сюда приезжал ночью, было тоже очень много машин, и утром было. Ну вот сейчас повезло, я сейчас вот уже подъезжаю. Ну вчера тоже искал, я за городом живу, искал тоже в районных центрах, везде очереди вообще громадные просто. Там по несколько дней запись вперед идет. У работников шиномонтажа, напротив, сегодня праздник, ведь такой день год кормит. Много работаешь же, да? Успеваете все делать? Те, кто не успел переобуться, становятся виновниками многочисленных аварий. В народе дни первого снега называют днем жестянщика. Автосервисы тоже загружены по полной. Воскресенье ночью на пересечении улицы Осипенко с проспектом Ленина иномарку из-за гололеда отбросил на дорожное заграждение. В тот же день на московском шоссе водитель другой иномарки не справился с управлением и врезался в дерево, которое накрыло авто после столкновения. А на обводной дороге из-за снегопада возник транспортный коллапс. Большие грузы не могут двигаться в горку. И это только некоторые случаи. Сотрудники ГАИ настоятельно рекомендуют быть на дорогах внимательными и аккуратными. Синоптики ничего утешительного сказать не могут. На ночь 2-го числа мы ожидаем понижение температуры 4-9 градусов мороза по области, а на 3-е число 7-12 градусов мороза. А в связи с влиянием очередного циклона, который мы ждем к концу недели, ну к пятнице, там опять повышение температуры, ну практически до 0 градусов, плюс-минус 1-2 градуса около 0. По прогнозам, циклон из Самарской области уйдет только в среду. В четверг снегопад возьмет мхатовскую паузу до выходных, когда на регион обрушится новый циклон. Впрочем, снежная осень не всех ввергает в уныние. Рад первому снегу? Да. Почему? Снежки детства вспоминаются. 50 на 50 идти тяжело в школу теперь. А почему рад? А потому что снег, можно покидаться. Красота, первый снег, радость. Отлично. Автомобилистов, жалко, правда, стоят все вовремя не подготовились. Такой снегопад здешние места уже видели. Но снег все равно не знал и падал. Да так, что в последние сутки октября выпала пятая часть месячной нормы осадков. Высота снежного покрова сейчас 11 сантиметров, а к вечеру будет и того больше. И хотя впереди еще целый осенний месяц, зима уже заявляет о своих правах. Поэтому плотнее застегиваем куртки и пуховики, достаем и надеваем шапки и перчатки. И внимательно смотрим под ноги, чтобы гололед и морозы не стали неожиданностью, как снег на голову. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, Григорий Плешаков. События. Субтитры создавал DimaTorzok